Наша камера запущена. Доброе утро. Доброе утро. Знаете, открываем телевизор, смотрим, смотрим, там рассказывают про такое фуфло, которое по большому счету и копейки не стоит. Поэтому мы сегодня хотим обосновать такую тему и поговорить о ней. Можем ли мы, простые обыкновенные люди, консультовать мир? И вообще, можно ли сплотить мир, нации? Ну, что насыпил порядок, скажем так, на земном шарике? Почему первоначально? Почему мы имеем право об этом разговаривать? Объясню в двух словах. Мы все живем где, Саша? На планете Земля. Поэтому все, а сейчас мир настолько уже глобален, это по большому счету даже не 15 век. Поэтому эти все вещи коллилируются на вид земной шар и относятся, если где-то какой-то кипиш происходит в каком-то отдаленном участке мира, он касается всех. Почему? Войны, ну и все остальные. Просто получается, что мир, когда начал быть полностью глобален, перелеты, допустим, технические сейчас средства, то есть вайбер, интернет, фейсбук и так далее, мир стал глобальным. Поэтому все это относится ко всем нам. Слушай, что ты имеешь в виду сплотить мир? Смотри, есть... Что это такое? Смотри, начнем с самой простой вещи. Вот как бы хотелось любому, я только такой акцент делаю, нормальному человеку, как бы ты вот хотел жить в мире? Ну вот, что ты об этом думаешь? Вот что для человека было приемлемо полностью для всех людей на планете Земля? Ну, развитие. Ну, это само собой. Само собой. Это развитие куда-то. То есть от более простых форм. То есть эволюция. К более сложным. Вот менее простых. Ну да. Ну, а мне хотелось бы, понимаете... В этом как бы смысл надмирной цели. Ну, смысл моего, понимаете, умозаключения. Люди должны... Ну, как должны. Все хотят жить хорошо. Хорошо жить и что нас может консолидовать весь мир воедино? Определенные четкие правила. Правильно? Ну, своеобразные. Определенные четкие правила. Что это может быть? Ну, все хотят жить в справедливости. В справедливости, в добре, чтобы мы просто общались друг с другом и каждый мог свое... Ну, я бы не назвал это я. Вот свое то, что у него сидит внутри, развивать. То есть человек эволюционировать должен какие-то идеи. Правильно? Каждый человек приносит в этот мир что-то... Желательно приносить в этот мир что-то хорошее, позитивное и развивать этот мир. Правильно? Ну, если не будет плохого, как мы будем сравнивать? Хорошее или плохое, или нет? Ну, это да. Это дело сравнения. Хорошее или плохое, или нет? Ну, хорошо. Я объясню. Смотрите, что может... Или точнее, кто может консолидовать наш великий мир? Кто? Я тебя спрашиваю. Я не знаю, ты... Хорошо. Я уже ворился в своей голове. Ну и пришел к таким выводам. В любом случае, в мировом пространстве главенствуют главы государств. Главы государств сильных и мощных стран, которые влияют потенциально на весь мир. Правильно? Ну, от этого как бы никуда не уйдешь. Единственное, понимаете, в чем проблема... Люди со мной спорят, но я все-таки убеждаюсь в этой мысли. Мир немножко затормозился, начал деградировать и гнить. Реально гнить. Я открыто это говорю. Почему? Потому что я смотрю телевизор, смотрю YouTube, соцсети. И смотрю, что половина мира хочет жить просто в добре, а все остальные мира сего хотят доказать свою крутость. Так или это не так? Ну вот, зачем вот, допустим, смотри. Зачем вот... Единственное, кто у нас гадит по всему миру? Ну да ты... Государство России. Государство, не люди. Я еще акцентировал на это внимание. Люди там такие же самые, как везде живут. Там люди есть образованные, с чистым разумом, которые хотят совершенства в мире не путем войны. Хотят государства. Вот к этой точке мы как бы обосновались, да? Все равно ведут мир и настраивают его на любые какие-то вот такие... Ну и даже не знаю, как это сказать. Ну скажем так, вот это модное слово сейчас, нарративы. Нарративы. Вот нарративы дают главы государств. В чем проблема вообще мировых государств и так далее? Во-первых, вот объясните мне, ну вот читайте, что я самый тупой человек на земле. Вот я не понимаю. Вот тебе крутость нужна? Лишь я тебе. Думаю, да. Думаешь, да? А зачем? Думаю, да. Это инстинкт. Быть кем-то. Это ж стремление быть кем-то. Так я... Хорошо, я тебя сейчас разобью в пух и прах. Есть просто разные степени. Хорошо. Разобью сейчас в пух и прах. Просто логическими аргументами. Да. Вот смотри, я вот считаю себя самодостаточным человеком. Мне от этого хорошо. И мне крутым для этого быть не обязательно. Почему я должен драться лучше, чем Кличко или Ломаченко? Допустим, быть интеллектуальным Эйнштейном. Вот. Я вот живу и мне крутость не нужна. Я себя вполне... А вот когда человек просто приходит... Вот, наверное, все-таки миру надо стать немножко самостоятельным и самодостаточным. Когда человек становится самодостаточным, сама по себе крутость ему нужна. Вот смотри, а давай немножко с другой стороны зайдем. Для чего мне крутость? Ну, понимаешь, тут ты не ту окраску дал. То-то-то. Например, вот... Нет, ту. Для меня ту. Смотри, мы начали эту беседу и ты говоришь, вот тебе хочется как-то... Я хочу концентрировать мир. Как-то изменить мир. Открыто. Лучшую сторону. Хочу. Ну, это и есть претензия. Ты делаешь претензию к этому миру. Нет, нет, нет. Понимаешь? Дело в том, что... Почему? Если бы у тебя не было такой претензии, ты вообще этим будешь заниматься? Нет, я просто не нахожу. Да. Какой-то стебель. Ты хочешь, понимаешь? Я не нахожу то, что ищу. Знаешь почему? Я не нахожу умных и порядочных лидеров, которые могут вести наш земной шарик и все страны в ней находящие. Потому что мы никуда не улетим на Марс. Мы здесь живем. Хорошо. У нас, кстати, ты логик. Да, я логик. Я к чему? У тебя дискуссионное прозвище Логик. Да. А у меня Кихот. Сказали надо, я вот решил сделать. Не то, что надо. Это же мы в рамках дискуссионного клуба говорим. Я логик, да. Мы дискутируем под дискуссионными прозвищами. У меня прозвище Кихот. А у тебя прозвище Логик. Я к тебе обращаюсь. Как бы Логик. Как ты, уважаемый Логик, считаешь консолидация? Это что? Это как? Консолидация – это определенные правила для земного шара, которые поддерживают все, приветствуют. Которые основаны на логике, на добропорядочности добродетели. И для того, чтобы мы жили во всем мире дружно, хорошо. Ну, ясно. То есть, консолидация – это правила. Правила, да. Правила для всех. Как в общежитии. А знаете почему? Есть правила жизни в общежитии. Ну, что-то в том духе. Там, после 21 на 0 нельзя там сделать. Кто у нас правила дать может? Кто будет эти правила устанавливать? Они есть. Есть. А скажи, где они взялись? Нет. Я могу вам сказать, чтобы долго не думали. Это религия, ребята. Религия. И она дала четкие правила, как нам жить в мире. В мире. И консультировать общество на определенных правилах, которые дала религия. А у религии нет плохих правил. Почему? Потому что она учит добро, добропоградочность и всего остального. Опять говорю, кто может навевать эти правила? Люди… Мы уже с тобой обсуждали. Нет. Я уже понял. Авторитетная? Религия. Она же уже есть. Она есть религия. Нет. Она есть. Она извращена. Извратили люди. Опять же к чему веду? Сань. Извратили чем и для чего? Люди хотели показать… Я Кихот. Я понял. Кихот. Короче, люди обосновали себя. Они хотели быть крутым. Но если я понимаю, еще там до нашей эры, еще там тут Атхамон и все остальные деятели. Природы нашей человеческой. Хотели быть крутыми, строили себе там, блин, пирамиды и так далее, чтобы показать свою крутость. Мы когда дошли в 21 век, нам это зачем? Мы вообще не революционируем? Вот зачем? Я вот просто откровенно говорю, мне крутость не нужна вообще. Потому что я без крутости чувствую себя хорошо. Ну, хорошо, крутость оставим. Ты сказал, религия. Дальше. Но религия есть. Религия есть. Причем они разные эти религии. Разные. Большая претензия. Понимаешь? Для того, чтобы предъявлять претензии, претензий предъявлять в самом по себе мало. Нужно только, если ты предъявляешь претензии, ты должен предоставить свой конструктив. Вот я предоставляю свой конструктив. Кто у нас ведет нации, есть такая штука, как мировая элита. Почему мировая элита начала портиться? Вот если вы прочитали Оурова, Джорджа Оурова, только не... Я рекомендую все-таки начать там, во-первых, из страниц меньше. Именно не с 1984 его Утопии. А я рекомендую всем прочитать. Он небольшой, там буквально 100 листов. Желательно все-таки, ну, если не хотите бумажный фолянд, лучше, конечно, бумажный, ну, хотя бы уйдет к нему, послушайте. Скотный двор. Вот превратился весь мир в скотный двор. Объясню почему. В двух словах. Даже те, кто не читал. В что там вещает именно скотный двор Оурова. Там сюжет такой. На определенной ферме восстали, короче, животные, чтобы убрать, как бы, ну, не руководство людей. Короче, людей, которые для них, типа, ну, они понимали, что они издеваются, там, у них нет справедливости и так далее. И эти свиньи там были, конечно, нарративы хорошие, и вот они сделали там семь таких правил, по которым должны жить животные. Ну, вот я трансформирую это в Оуров, вообще красавица. И трансформирую это на нашу сейчасную жизнь. И там, получилось, они руководствуют правила, то есть, никаких общений там с людьми и так далее и тому подобное. Все равны перед собой, понимаешь, и так далее. Вот к чему веду. Получается, все вот эти вещи, которые происходят, паршивые на земле, выходят от того, что мирные, сильные мира сего, которые должны были держать паритет и как бы руководствовать этими законами, которые дала нам все-таки религия. Кто бы как, они оттуда пошли. Религия, потом они перешли. Очень много для земного шарика сделали греки и потом римляне. Когда обосновали Римскую республику, когда все-таки это все обосновали, великий грецкий философ Платон, Аристотель и так далее. Ну все практически подряд. И они вышли на такую простую модель, когда это все-таки республика на основах, ну скажем так, в мире так критические там все-таки принципы были. И потом вот эти мира сильные сего, когда мы должны были эволюционировать и доходить до какого-то совершенства, а мир нормальный и стремится все-таки к совершенству. В этом меня вряд ли кто-то оспорит. Поэтому перешло, когда они должны были как бы над схваткой. И знаешь, как вот это, вот очень хороший пример Аксакалы на Кавказе. Вот есть старейшины, это мудрые люди, которые руководствуются, они как третейские судьи. И вот получается, когда вот эти все большие дяди, которые управляют большими государствами, начали извращать эти правила, которые должны поддерживать и руководствоваться все, они начали считать себя более равнее, как Орлов. Там тоже была такая свинья Наполеон, которая считала, что вот все равные, но кто-то должен быть равнее. Они потом правила переписали, написали, зачеркнули. Все равные. И потом вот кто-то может быть равнее. Поэтому, когда в мире появились государства, которые опять же ведут элитами, так называемые, элиты это все-таки уважаемые люди. И вот эти главы государств приняли на себя, как бы, такую вот, я называю это прочь понты для приезжих. И вот они считают себя великими мира сего, они главенствующие, хотя по большому счету, если взять руки, ноги, у всех одинаковые, все мы люди. С разным просто степенью интеллекта, образованности и так далее. И вот эти люди, которые должны главенствовать во всем мире и как бы держать этот паритет, кто-то начал считать себя равнее. И поэтому начали рушиться мировые договора по одной простой причине, это все даже полуразумные понимают, когда эти правила начали просто попирать. То есть вот мы равнее, мы можем отступать от этих правил и делать свои, то есть мы на этом наплевать. Поэтому начали рушиться такие глобальные институции, как НАТО, АБСЕ, ну и все остальные. Понимаешь, договора, когда они делимой стран, когда Россия напала первоначально на Грузию, это самое, ну понимаешь, у нас как бы есть уроки истории, которые надо просто с них выносить какие-то выводы сделать. Понимаешь, в чем дело? И когда в 1939-ом там Гитлер начал развиваться, начал наезжать на страны всякими вот такими фуфловыми, там вот немцев обижают, то же самое русские, когда вся эта гнилая уже на самом деле Европа ничего не сделала, когда напала Россия на Грузию, оттуда все пошло. Понимаешь, кто-то, какие-то страны и люди, которые укламенствуют в этих странах, получается, считают себя уравнением. Понимаешь, чем дело? Собственно, понятно. Для начала непонятно. Саша, это надо осознать. Я говорю, понятно то, что ты сказал для меня. Правила есть всеобщие, просто они не выполняются теми людьми, которые у власти. Да. Так, да? То есть, выходят те люди, которые у власти не выполняют, все все ли не выполняют? Рушатся правила мировые. Хорошо, теперь мое выступление. Давай. Теперь мое выступление. Своё мнение я как бы вам рассказал. Вот книга. Ну, в двух словах. Юваль Ной Харари. Вот видно. Краткая история человечества. Это мне Игорь Ляцкий подарил. Да. Игорь, спасибо, что ты мне подарил. Написал Юваль Ной Харари. Значит, преподает всемирную историю в еврейском университете в Иерусалиме. То есть, это известная личность, историк. Он написал краткую историю всего человечества. Тут всего четвертых четыре главы. Часть. Третья часть. Объединение человечества. Вот. Как раз о том, что мы говорим. Я не утверждаю, что только я один об этом думаю. Объединение человечества. Это история человечества. Значит, читаем. С выводами? Да. Сейчас все, что мы проговорили. То есть, все мое выступление, это я буду зачитывать. Не вопрос, Саш. Каждый подает свое, как он это мыслит. Да. Значит, если бы человек не мог сочетать противоречивые убеждения и ценности, то едва ли было бы возможно создание развития какой бы то ни было культуры. Любая человеческая культура находится в постоянном движении. Случайно ли это движение? Или в нем есть свои закономерности? Есть ли у истории определенный вектор развития? То есть, куда мы идем? Да, есть. На протяжении тысячелетий… Пока не понятно. …простые, маленькие… Сейчас я все скажу. Простые, маленькие общества срастались друг с другом, превращаясь в большие сложные цивилизации. Так что в мире становится все меньше мегакультур. А сами они оказываются все крупнее и сложнее. Как бы ассимилируются, да? Да. То есть, тут он говорит, что культура – это все время противоречие, это все время борьба. Но это разные культуры. Просто бороться не стоит. Ну вот он же рассказывает. Вот история человечества – разные культуры борются, но в итоге они объединяются в одну. Периоды распада, на самом деле, являются лишь временным отступлением на неизбежном пути к единству. То есть, единство – это то, что нас ведет. История неуклонно движется к единству. А разделение христианства и крах Золотой Орды – лишь ухабы на этом пути. То есть, мы все время движемся к единению. Это то, что ты говоришь. Я дальше расскажу, как я это вижу. Сколько же разных миров существовало на Земле? То есть, разных… Цивилизаций каких-то… …конкурирующих… Только они сейчас конкуренцию набрали? Примерно с 1450 года до нашей эры 90% людей жили в едином мегапространстве – афро-евразийском мире. А некоторые друг о друге вообще ничего не знали. Дальше. Ныне… Ныне… Вот современность. Ныне все люди Земли живут в единой политической системе. Сегодня. Нет. Нет. Хорошо. Планета разделена на признаваемые международным правом государства. В единой экономической системе капиталистический рынок… Экономика, да. …проник в самые отдаленные уголки Земли. В единой юридической системе. Права человека хотя бы… Нет. …теоретически признаются повсеместно. Нет. Это единая всемирная культура, далеко не однородно. Согласен. Эти все группы по-прежнему ссорятся. А порой даже воюют. Но в спорах они пускают в ход одни и те же аргументы, а на войне одинаковое оружие. Дальше. Но аргументы они пускают разные, я с ними не согласен. Дальше. Глобализация. Тысячелетиями история медленно продвигалась в направлении всемирного единства. Но большинство людей еще не было готово принять мысль об универсальном порядке, который правил бы всем миром. А элиты не могут договориться до сих пор. Саш, в чем проблема? Элиты не могут договориться. Знаешь почему? А их нету. Да, да, да. Первым таким порядком стал экономический. Всех объединяют деньги. Вторым политический. Складывались империи. Третьим религиозные. То, что ты говоришь. Возникли мировые религии. Буддизм, христианство, ислам. Первыми заложенные в нас эволюция жесткого разделения на их и нас преодолели купцы, завоеватели и пророки. Для купца весь мир – единый рынок. Все люди – покупатели. Для завоевателя весь мир – будущая империя. Все люди – потенциальные подданные. Завоеватель – деньги. Деньги – завоеватель. Так примитивно. Деньги – это система доверия. И более того, деньги – всеобщая и самая совершенная система… Чушь собачья. …взаимного доверия за всю историю человека. Чушь собачья. Деньги – это… Ну, я, собственно, тут не так много… Я понял. Вот этот аргумент вообще ни о чем. Я просто зачитываю, ты можешь… Ну, давай, я до конца все. А ты, по ходу, там парируй. Деньги – единственная созданная людьми система доверия, которая перебрасывает мост через любые пропасти и не предполагает дискриминацию по какому-либо принципу. Миром правят идеи, Саша, идеи. Ну, ты ж до конца не дослушал. Новая глобальная империя. Примерно со II века до нашей эры большинство людей живет в империях. Вполне вероятно, что и в будущем люди в основном будут жить в империи. Нет. На этот раз империя будет действительно всемирной. Это то, что ты говорил. Ты ж хочешь… Империя – поглощение одним и навевание своих только четких правил. Ну, это бред сумасшедший в данный момент. Ну, ты ж говоришь – единое правило. Ну, это не империя. Не империя. Нет. Это взаимопонимание. Мировоззрение. Хорошо. Это не империя. Хорошо. Единственный законный источник политической власти – человечество, а не отдельный народ. И основной целью политики должны быть отстаивание прав и защита интересов всего человеческого уровня. На сто процентов. Ни одна страна не способна проводить незамисимую экономическую политику. Ни одна. Экономика давно глобальная. Это сто процентов. Объявлять и вести по своей прихоти войны и даже осуществлять внутреннюю политику в полной мере самостоятельно. Ну, Россия ведет войны. Государство все более открывается влиянию глобальных рынков, международных корпораций и НКО. Все более влиятельным становится международное общественное мнение и общепринятая судебная система. Государство вынуждено считаться с мировыми стандартами финансового поведения, экологической политики и правосудия. Мощные потоки капитала, трудовых ресурсов информации распространяются по миру и преображают его. А значение границ и позиций отдельных государств уменьшается. Этот новый мир окажется под властью многонациональной элите. Это то, что ты говоришь. И склеивать его воедино будут общая культура и общие интересы. Не согласен. Хорошо. Закон веры. Ты же о вере тоже говорил. Конечно. Я всегда не говорю. О религии. Это одна из главенствующих. Да. Религия – это система человеческих норм и ценностей, основанная на вере в высший сверхчеловеческий порядок. Религия предполагает… Непорядок. Хочу акцентировать внимание. Да. А человеческий разум. Непорядок. Хорошо. Религия предполагает сверхчеловеческий порядок, который останавливается неприхотью и даже не общечеловеческим согласием. На основании этого порядка религия восстанавливает безусловные ценности и нормы. Универсальный сверхчеловеческий порядок истинных для всех и всегда. Это то, что ты говорил. Ну да. Во-вторых, она должна стремиться сообщить свои истины каждому. Самые известные в мире религии… Да если она не может быть каждого, если она может быть одна только. Чушь собачья. Самые известные в мире религии сочетают признаки универсальности и миссионерства. Это христианство, ислам и буддизм. Воткну ремарочку одну. Да. Я вот читал в Википедию и не согласен даже с тем, что там написано насчет истины. У меня понятие истины – это мое личное. Истина можно? Я до конца уже доведу мысль. У меня просто два только… Ремарочка, ремарочка. Я потом мысль потеряю. Истина просто в моем понимании – это одно. Истина является в моем понимании, опять же говорю. Я думаю, что она круче, чем в Википедии написано. Истина является то умозаключение, которое невозможно оспорить с помощью логических аргументов. Я читал. Все остальное – не истина. В современную эпоху появились многие новые религии и законов природы, такие как либерализм, коммунизм, капитализм и нацизм. Вообще, чушь собачья. Дальше. Торговля, империи и всемирные религии постепенно сплотили всех жителей, всех компонентов в этот глобальный мир, в котором мы обитаем. То есть, я и то говорю. Человечество уже едино. Торговля, деньги, уже доллар, понимаешь? Мы долларом все связываем. Я объясню сейчас по этой поводу. Империя, политическая власть уже едина во всем мире. Я объясню, говорю. И всемирные религии. Все, я прочитал. А теперь смотри. Я тебе дарю, то есть не дарю, я даю почитать. Я уже даю, на. Все, спасибо. Интересная штука. И спасибо Игорю Ляцкому. Ляцкий вообще красавец. За то, что он подарил мне эту. Интересный человек. Смотри. Начнем с простой такой вещи, которой основаны все. Реально по большому счету экономика давно стала глобальной. Почему? Смотри. Дело в том, что я объясню вам в двух словах. Почему доллар стал мировой валютой? Потому что с помощью определенной ленд-лиза, который был в войну 45-го, 41-го. Все мировое золото, и английское в том числе, в плане того, что им давали товары американцы, хорошее производство, перекочевало в Америку. Из-за этого весь мир, когда он, не помню в каком году, в 46-ом по-моему, собрался воедино и понял, что все равно была привязка раньше валюты к доллару и все равно валюты к золоту. Они решили, раз все золото собралось в американском континенте, давайте мировой валютой будет доллар. Не потому что там Америка самая крутая, а потому что это были паритетные такие вещи, которые должны быть, понимаешь, как бы искать, грубо выражаясь, если так грубо сказать, судья должен быть один. И вот мировая валюта, а почему так люди там умные собрались, они понимали, что в любом случае экономика стала глобальной. И вот, основываться давайте на одной валюте, решили, что это будет доллар, хотя перед этим был фунт, в большей степени играл. Фунт, кстати, остался одной из мировых валют, понимаешь, и на вот этом паритете все сошлись. Поэтому сейчас вот менять его на ЮАН ничего, это полный бред. Единственное, в чем проблема Америки, в моем понимании. Я не лезу сильно глобально, но я скажу такие вещи, почему только я имею право на них говорить, потому что я копался в экономических вот этих всех движениях, нарративах и так далее. Сам по себе Кейнс прикольный чувак, но его экономика не работает. Почему, что единственный, кто обосновал экономические модели, и они работают по сей день, это Адам Смит. Ничего не поменялось. Она глобальная, она коррелируется. Что такое деньги? Деньги, это, грубо выражаясь, скажем так, бумажки или в виде каких-то других ассигнаций, которые переходят с одного места в другое. Они не исчезают. Поэтому конституциональная модель в чем заключалась? И до сих пор ей основываются американцы. Почему у них уже триллионы госдолга и так далее? Я не экономист, я просто в нем копался. Самая конституциональная модель заключается в том, чем больше вливания будет денег, тем будет больше расти экономика. Бред сумасшедшего. И на этом весь глобальный мир. Можете закрывать свой Гарвард, если вы до сих пор этого не понимаете. Оно по другим законам не работает, это Дамас Смит. Есть определенные законы, которые есть и должны главенствовать во всем мире. И если вы их собираетесь трансформировать, у вас это ничего не получится. Почему-то что? Законы есть одни. Почему к виду? Мы же не об этом говорим. Я об этом говорю. Понимаешь, все сейчас почему-то начали рассчитываться. Вот деньги это самое главное в мире. Нет, чушь собачья. Деньги не самое главное в мире. Насчет деньги это просто экономические процессы. Объясню, почему деньги важны. Потому что это тоже истоки справедливости. Если человек нормально к этому относится. Вот я больше усилий там своих мозговых и так далее. Я настроил предприятие оттуда себе. Я получаю деньги. Ну просто к справедливости я имею больше денег. И поэтому могу себе позволить благо. Но есть одни законы справедливости, о которых вы практически не задумаетесь. Просто когда человек определенный, ну определенный моральный, нормальный, здравый человек доходит до определенного богатства. Вот допустим, ну какая-то планка, вот можно там обосновать ее по всему миру. Вот когда он доходит до степени этого богатства. Все остальное, ну как бы, ну давай я просто утрирую. Вот допустим там 5 миллиардов. Ну 10, 10, чтобы удобнее считать. Вот он доходит до 10 миллиардов. И дальше все денежные средства, которые заработал его и глобальные корпорации, он должен как бы помогать всему остальному миру. Понимаешь, вот это законы справедливости. Да, ты имеешь право на свои богатства, ты имеешь право покупать яхты, пароходы. Ты его тема. Нет, это тема, нет, это основа темы. Это тоже основная какая-то часть темы. Потому что когда ты собираешься, понимаешь, есть, должны быть нарративы, допустим, определенные 10 правил, как вот если уже от бога вы многие далеко ушли. Надо, значит, настроить эти государства, которые действительно возглавляют элиты. Элиты мировые могут руководство только одним принципом. Как мы с тобой давно об этом говорили. Есть один принцип мировой, нормальный. Это меритократия. И это не утопия, ребята. Что такое меритократия, я еще раз объясню. Меритократус. Объясняется власть достойных. Вот должны элиты выйти мировые, которые с нормальными понятиями в голове. И вот мерить весь мировой глобальный шарик может только мировоззрение, ребята. Нет. Я объясню, почему так. Потому что в любом случае на разных континентах это было выработано природой, какой-то эволюцией определенных территорий с их определенными менталитетами. И ты сейчас возьмешь вот эти все менталитеты в кучу воедино. Ты никогда, никогда не миксуешь, никогда. Объясню, почему. Я дальше мысль довожу. Поэтому все эти территории с определенными своими менталитетами просто должны в голове свою обосновать на всех может определенное мировоззрение. Мировоззрение какое? Первый, допустим, пункт. Я вот сто процентов должен быть первый пункт в мире. В двадцать первом веке мы должны эволюционировать. И первый пункт гласит о том. Вот давайте сопоставлять новые десять таблиц. Ну, какие десять пунктов, как у орла, там это самое, у животных. Вот первое, первое, которое я хочу, чтобы это зашло во все ваши головы, разумы глобальные и так далее. Человек не должен убивать человека. Это первый мой посыл всему обществу. Это изначально. Во-вторых, смотри, есть все территории, которые обосновали свои менталитеты. Они на определенных территориях, там у кого-то островное государство, у кого-то это все разный менталитет. Собрать их вместе можно только мировоззрением. То есть, ты не возьмешь, не поломаешься через колено, просто пойдет конфликт. Вот ты не сможешь под что-то единое, понимаешь, пойми просто мысль, под что-то единое ты не можешь нагнуть всех. Единственное, могут люди просто начать договариваться. А договариваться они должны на каких-то определенных паритетах. То есть, должен кто-то, вот сейчас Байден немножко занимается, но немножко не нравится мне каким способом. Но, тем не менее, какой-то процесс уже пошел глобально. Я это вижу, просто наблюдаю. Просто надо человечеству передоговориться. Понимаешь, в чем дело? И нельзя ломать, допустим, ну понимаешь, вот у тебя самый простой конфликт. Вот ты сейчас приходишь и говоришь, давайте делать буду только как я. Это ты можешь консультовать этим все мировое человечество? Можешь, нет? Ты говори, это свой рецепт. Так, а я рецепт и говорю, я же к этому плавно подхожу, чтобы вы понимали. Поэтому нужны сейчас умные люди, которые останутся не в своей крутости, когда головой. А человечество должно бы приходить какое-то самое главное вообще, к чему должно стремиться человечество. Я давно об этом уже думал. И все-таки в мою голову, я думаю, что разум Вселенной все-таки в мою голову вложил это понятие. А я сейчас говорю, это вам. Ну это не мое, ну вот как-то оно пришло ко мне в голову. Человечество должно стремиться к гармонии. Нет ничего лучше в мире, чем гармонии. Ничего нет лучше. Можете со мной спорить, я думаю, не получится. Поэтому, если мы хоть и хотим гармонизировать, во-первых, в любом случае, когда начинается вот это билетарианство, понимаешь, оно основывается на анархии какой-то. Почему? В любом случае, если собрать воедино, нужны какие-то четкие определенные правила, которые будут руководствоваться для всех, понимаешь, руководством для всех. И которые, вот мировое сообщество на уровне G7, G20, понимаешь, вот мировые лидеры, которые ведут общество, основные, сильные и так далее. Игроки, скажем так, хотя игроки это, ну, понятие тупорылое все-таки. Вот должны эти люди великие, которые являются авторитетом для своих территорий, для всего мира, вместе собраться и поговорить об этом, понимаешь. Во-вторых, второй момент. Что у нас еще есть, который, кстати, не справляется своей ролью, я 100% в этом уверен, на данный момент, есть религия. Религия тоже. А какой вот второй главенствующий, второй момент, ну, или второй закон, скажем так. Ну, не закон, я не знаю, как это назвать. Смотри, все религии, все религии учат одному. И вообще они пошли, в моем понимании, с одного места. Одного единственного. Для меня, я вам честно скажу, говорю, пишу, еще раз повторю. Бог есть разум. Точка. Поэтому, мировые религии им тоже не мешало бы организовать просто определенный собор. Объясню, для чего. Собор мировых религий, их там я считал, ну, там, до десяти основных. Вот это, они организовывают большой глобальный собор. Ну, в любом случае. Ну, там, может, в Иерусалиме, там, в любом месте. И просто поговорить о точках созидания. Чем он, допустим, религия, они разрозненные, и каждый навевает в своей пастве, скажем так, нарративы. Обосновать какие-то определенные нарративы и тоже, как бы, законы Божьи. Ну, законы Божьи, у кого там золото, устро, ну, разные вещи, понимаешь? Ну, в любом моем понятии религия пошла от одного. Почему Бог есть разум? Без вариантов. Для меня лично. Я не говорю, что это хорошо, плохо, а это мое мировоззрение. И вот, когда религиозные деятели, очень большие становники от религии, от разных религий, собираются в одном месте, и они обговаривают. А давайте все-таки улучшать наше сообщество и мир. Почему-то, что мы никуда не взлетим, не улетим в ближайшие, я думаю, лет сто. Ни на Марс и поселение, ни на Луну и так далее. Мы живем в этом с какой-то степени, ну, считай, замкнутый мир, планета Земля. И мы вот для того, чтобы мы консоидовались и все-таки учили добру, а не войнам. И вот эти мировые религии тоже должны собраться, ну, в моем понимании, в определенном месте сделать такой общий глобальный собор и поговорить об этом. Потому что все вещи, как бы кто мне не говорил, а я все равно убеждаюсь в своих мыслях и считаю, что их все-таки верно и правильно, все равно истина рождается в дискуссиях. Вот мы говорим об этом, и начинаются какие-то точки соприкосновения у нас быть. Когда люди все-таки не агрессивные и которые хотят, скажем так, настроить весь мир на позитив, ну, и все остальные хорошие вещи, которые дает нам религия, реальная религия, а не извращенная. Поэтому мы вот в этих точках, когда мы поговорим, мы можем найти какие-то основы для взаимодействия во всем мире. Единственное, в чем проблема? Есть такие люди очень плохие, я не считаю его хорошим, как пан Путин, понимаешь? И вот это, притом, понимаете, не надо, вот люди тоже не понимают и сталкивают, и почему то, что идет большое давление. Вы не путайте государство российское с людьми, которые живут в России, понимаешь? Там люди добрый, порядочный, нормальный, там их полно. А вот есть государство в России, во главе которого сейчас на данный момент Путин, который гадит во всему миру. Поэтому как можно остановить вот этого человека, который гадит по всему миру? Просто мировое сообщество должно собраться и объявить им большой эффект. Ты в этой теме, ты напихал того, что не касается Путин. Я всего напихал. Причем тут Путин? Хорошо. Зачем нам вообще это? Мы говорим о другом. Я объясняю, Саш, Кихот. Смотри, есть планета Земля. И вот кто-то на этой планете Земли, это не только Путин. Еще есть люди, которые просто гадят на ней. Как сделать, чтобы вот этот человек, который гадит, остановился? Он как бы тормошит весь мир. Опять же, консолидация мирового сообщества и все-таки прорабатывание определенных правил игры. Не игры, а понимаете, мы живем на одной планете. Должно быть правило планеты. Вот давай назовем их правило планеты. И вот там по пунктам. Первый, второй, третий. Первое. Это самое главное. Почему-то, что нет важнее человеческой жизни. Вот мы с тобой когда-то разговаривали, ты же говорил, у каждого человека, который погиб или не вовремя, ну как, вовремя умереть невозможно. У каждого человека есть потенциал, который он может для пользы общества привнести. Если мы в 21 веке убиваем человека, этот человек не мог, он может быть, ну не знаю, он может создать как Тесла беспроводную энергетику, еще что-нибудь, понимаешь? И этого человека взял, убил. Убивать, ну даже животные не просто убивают. Они убивают для того, чтобы наесться. Ну вот тигр загнал там газель. Для того, чтобы просто поесть. Вам чего не хватает? Вы знаете, чего вам миру не хватает? Миру не хватает, во-первых, нормальных политиков, действительно элиты мировой. Во-вторых, миру мозгов не хватает, я вижу. Понимаешь? Миру понятий не хватает. Хорошо. У нас дискуссия, ты не даешь мне сказать. Вот ты говоришь, говоришь, ты не даешь мне сказать. Да, да, да. Ну хорошо, давай, ну, доканчивай. Понимаешь, а миру нужны определенные нормальные мировоззрения. Потому что миром правят идеи. Вот нам надо основополагающую идею, которая не то, что там подходит для всего мира, которая должна, главенство во всем мире. А вот эти люди, лидеры стран, должны все равно об этом разговаривать. Только разговаривать не в плане того, что своей монетизации, вот у нас государство, мы хотим тут больше денег, а вы отдыхайте все остальные. Так нельзя делать. Мне неприятно смотреть, допустим, на людей. Не то, что неприятно. Ну блин, я не могу даже сказать, как это, понимаешь, когда человеку плохо. Вот мне тоже плохо. Бываешь, я хочу, чтобы было всем хорошо. Всем хорошо. Должны просто люди. А все равно не может быть по-другому. Все равно должны быть определенные правила. Правила. Для всех. Хорошо. Давай, я скажу уже итог. Я скажу итог, потому что мы и так уже затянули. Как бы ты предложил тему, как объединить мир. Да. Я взял книгу, и я тебе прочитал, как бы то, что пишет известный историк, это элемент нашей истории человеческой, что мир уже объединен. Нет. Ну, я говорю свой вывод, а ты потом скажешь свой. Да, да. Мир уже объединен, он объединен деньгами, политической системой и религиями. Под религией тут понимается широко. Тут понимается в виду вот идеи. То, что ты говорил, идея, он уже объединен. Главная идея – это права человека. Это как бы главная идея. Не главная идея, одна идея. Ну, это как бы основная и уже там всякие там отвлечения от этой как бы идеи. Поэтому мир уже объединен, и он и движется в сторону объединения. Ты говоришь, что… Медленно. Что люди там должны собраться, политики собраться. Да. Они постоянно собирают. А что они там говорят? Об обле? Это процесс идет постоянно. Об обле говорят они там. Это процесс идет постоянно. Да они лгут сами себе там. Религии тоже собирают. Лицемерие. То есть процесс связывания человечества в единое, он идет уже давно. Как в этой книге написано, начиная с 1500 года до нашей эры уже начался процесс объединения. И уже идет вот сколько? И что у нас с эволюцией? Три с половиной тысячелетия. Я же в разумный мир где-то… Три с половиной тысячелетия человечество уже в единое как бы закручивается. Не-не, пытается. Уже закручивается. А знаешь, что его мешает? Уже закручивается. Лицемерие. Лицемерие мешает. Как в этой книге приведено, что есть как бы попознавения, там распады определенные. Полураспады, да? Полураспады. Как физики. Но это все равно временное явление. Мы уже в едином пространстве. Мы записываем наш разговор на телефон, который создан умом всего человечества. Что нас может объединить? Мы уже объединены. Нет. Мы объединены. Да зачем мы воюем тогда, если мы объединены? Нет, это… Я логик, логик. У меня и не складывается пазл. Человечество объединено уже. Чем? Бабло? Бабло – это не объединение. Если идут войны, это глобальные все войны. Ты говоришь, там Путин воюет. Зачем они идут? Это глобальная война. Зачем? Зачем глобальная война? Согласование интересов. Не-не-не. Навязывание. Нет. Еще раз. Нет. Трижды нет. Это навязывание своего. Чушь собачья. Но есть противодействие. Есть противодействие. Я предлагаю наоборот. Руководствуются правила определенные, которые для всего земного шарика. Ну и как? Как эти правила? Я не хочу навязывать кому-то. Как эти правила? Консолидация умных людей должны восстановить как старичные. Совет старичный. Хорошо. Говори свой вывод. Просто нам нужно закончить. Мы уже много проговорили. Я просто объясню простыми словами. Если вы не поймете. Только кратко. Потому что длинно ты уже рассказал. Хорошо. Просто кратко скажу. Хорошо. Я объясню. Смотрите. У нас, если мы хотим жить всем в мире, мы должны консолидовать. Консолидовать должны. Точнее не то, что должны. Вообще по большому счету народы и все остальные, они ведомы. Ведет их элита. Мировая элита. Вот эта мировая элита должна быть создана. Должна быть по нормальному создана по принципам элитократии. Власть достойна. Достойный человек, который мудрый. Мудрый. Ума мало. Мудрый человек, который понимает по большому счету то, что можно консолидовать. Смотри. В любом случае, любые нации и народы, ты их не можешь подмять под одно что-то единое. Единое должно быть просто руководствоваться мировоззрением для создания, скажем так, добрососедских отношений во всем мире. И мы не должны конкурировать, понимаешь, на уровне бабла. Потому что одни хотят жить... Подожди, ну выслушай до конца. Хоть раз. Хоть раз. Мы не можем конкурировать на уровне бабла. Потому что бабло это не авторитет для нормального человечества. Потому что если человек, допустим, в Америке живет хорошо, а в Африке живет плохо, то надо не просто доить с него ресурсы, а надо какой-то степени им помочь. А есть объединение, может только одно, по вопросам справедливости. Помочь не так, что дать деньги, а вопросов, как Бог говорит. Дать им удочку, чтобы они развивались. Поэтому, когда Байден ушел с Афганистана, это нормально. Объясню, почему нормально. Потому что не может другого... Это тоже основа этого. Это все крируется с одним и тем же. Значит ли это, что вы с Украиной тоже должны убраться? Не ровняйте одно с другим. Объясню, почему он ушел. Если, допустим, афганское население не хочет само по себе нормализовать отношения своего, скажем так, структуры своего населения, почему должен американцы настойчиво им захотеть на своих нарративах создать им общество? Нет, общество должно создавать свое. Если вы не хотите, естественно, и помогать вам не будет. Они просто вовремя поняли, что общество мимо его воли не могут назидать. Понимаешь, в чем дело? Поэтому любые государства мировые не имеют никакого ни морального, ни нормального права что-то как бы строить по своему образу и подобию на других территориях. Должны быть другие территории просто обосновать, строить у себя элиты, которые ведут это общество к нормальному взаимодействию друг с другом. Поэтому мировые... Понимаешь, в чем проблема мирового сообщества? Я вам одним скажу. Мир просто гниет. А гниет он почему? А он стал лицемерным. Это единственное, почему мир гниет. Просто когда люди начали просто врать, лицемерить и так далее. Вот когда мы перестанем лицемерить и будем говорить открыто о нормальных вещах, мы способны мир это создать. Почему то, что империи не могут наседать... То же самое, когда... Вы не забывайте, это тоже утопичная вещь. ТНК, так называемые, международные корпорации, они не могут главенствовать во всем мире. Объясню почему. Я вот частный предприниматель, ЧПшник, и мне это противоречит. Почему то, что у вас свободных людей... Есть еще, знаешь, теория чистого разума, как у Канта. Вот когда у вас начнет провоцировать это в голове у сильных мира сего, теория чистого разума, мы придем к единству. Только единство не наседание кого-то силой моего видения. А когда мы будем консольдоваться, разные видения, у нас будет один вектор развития, чтобы мы землю не прибили нашу. Вот это факт. Этот процесс идет... Этот процесс идет неправильно, неправильно. И как бы... Он лицемерный, он никуда не идет. Мир, мир и так глобален. Тут единственный к тебе как бы вопрос. Ты много сказал лозунгов. Это не лозунги. Нужно так, нужно так, нужно так. Но ты же не говоришь никаких рецептов. Вот реальный рецепт. Вот реальный рецепт, это, например, марксизм. Как учение. Как учение. Вот там были конкретные рецепты, что надо сделать. Конкретные рецепты. Он сказал, быть и этом определяется знание. То есть, как люди живут, так... Хочешь, я тебе... Допустим, один тезис расскажу. Я не буду это сам. Вы будете анализировать это сами. Вот смотрите. Наша великодушная Германия, которая со своими нарративами тут самые правильные ребята. И самые правильные, мы же, европейские ценности. Она построила этот поток, второй поток, северный поток. Она прекрасно понимали, это бизнесмены, что этот поток придет к большим проблемам. Но, потому что они хотели быть главенствовать, быть хабом европейским и делать просто, как бы сказать, свое главенство даже по таким ресурсам. А дальше у него глобализируются другие технологии, тоже связанные с газом. Вот они хотели быть самыми крутыми перцами в Европе. И представь, вот это к чему это привело. Вот простой пример. Вот ваша крутость вылилась в тупость. И вы нагадили всему миру. Понимаешь, это человек, который хотел... Опять это, понимаете, самый большой грех человечества. Я вам серьезно говорю, самый большой грех. Даже не убей. Самый большой грех человечества, это мой вывод. Это гордыня. Гордыня. Когда человек хочет быть крутым. Я не хочу быть крутым. Вообще мне это не интересно. Ну, например, американцы хотят быть крутым. Нет, понимаешь, что дело не в том. У них гордыня. Быть крутым или быть мировым, как бы сказать, судьей. Это разные вещи. Вот американцы сейчас с Байденом, я надеюсь на это, может я ошибаюсь. Вот они хотят, как бы, помирить мир. Они хотят быть судьей в мире. Не крутым. Почему они ушли с Афгана? Правильно сделали. Респект вам и уважуха. Понимаешь? Потому что они не захотели навязывать свое. Они поняли, что... И почему вот этот саммит демократов сейчас? Демократии. Потому что они поняли, что не надо навязывать ничего. Если они не хотят навязывать, зачем Украина опутана сетью грантовых организаций? Сюда вливаются деньги. А кто тебе сказал, что все гранты плохие? Правительство США. Не-не-не-не-не. И нам тут рассказывают, что нам любить. Блин, объясню. Как нам надо жить. Объясню. И это объясню сейчас. Как нам надо жить. Гештальт закрою. Вот этот грант. Смотри. В гранте ничего самого по себе. В самой основе грантового, допустим, денежного вливания ничего плохого нет. Просто когда ты, допустим, вот смотри. Просто я вам гештальт этот закрою сейчас. Смотрите. Люди, американцы, которые носили нарративы нормальные. Они подают деньги, допустим, Шабунину. Вот они думают, что все-таки будет у нас верховенство права. Вот эти все. Будет развивать здесь верховенство права. Вот они зарядили. Я просто утрирую. Это так, мое понятие. Можете спорить, оспаривать. Без разницы. Вот они дали Шабунину денег. На вот эти все вещи, чтобы он созидал тут такие ячейки, которые должны бороться с коррупцией. Вот он деньги освоил. Фуфлом занимается. Американцам сказал, у нас все идет нормально. А реально просто обманул. Знаешь почему? А потому что, когда ты хочешь, допустим, ты нарыл обогненную тему. Я просто в двух словах утрирую, почему у меня к нему претензии. Вот я нарыл какую-то схему коррупционную. Что нормальный человек и как вообще нормальный человек поступает? Он нарыл схему, он обосновал, он ее перепроверил. Дальше что он должен сделать? Ну ты договаривай. Я объясню. А дальше он должен отправить документы в судебные станции. Он это делает? Нет. Потому что гранты американцы нормальные. Потому что они протестанты и так далее. В большей степени. Вот они хотят, чтобы право работало в Украине. Денег сюда зарядили. Ну и где это нормальное? А человек не справился, а им фуфло заряжает. Он им просто врет. Что тут нормально он чем-то занимается. Это имитация. Ну да. Ну например. А ты говоришь гранты плохие? Гранты не плохие. На примере Шабунина ты рассказал о всех. Да, да. О всех грантах. Они могут делать действительно добро. Это просто осваивание денег. А может быть просто лоходром. Просто осваивание денег. Лоходром. Не. А может ты осваивать деньги, если действительно собираешь семинары. Ты учишь людей. Гранты само по себе. Грантование это же нормальная тема. Просто мы извратили. Поэтому весь мир извращает. Все. А знаете почему? А то, что в мире сейчас главенствуется назидание себя баблом любимым. И лицемерие. Вот в чем проблема. А вот когда переходим мы просто на нормальное созидательное общество. Действительно. И когда мы уйдем от лицемерия, мы можем об этом разговаривать. Только честно. Честно и открыто. Вот. Площадки. Понимаете. Ты говоришь. Твое видение. Вот ты ничего не можешь делать. Понимаешь. А я не могу. У меня ресурсов для этого нет. Вот если бы я был главом государством. Я эту тему настраивал бы всего мировое сообщество. Понимаешь. Я имел бы какой-то авторитет. Как допустим. Ну. Президент страны. С которым в принципе можно разговаривать. А так мое это знаешь. Крик вопиющего в пустыне. Вот я кричу. Меня никто не слышит. Понимаешь. Но мы все равно будем этим заниматься. На нашей площадке дискуссионного клуба. Я хочу этого просто. Вот я. Вольный человек. Я делаю что хочу. Хорошо. Давай заканчивать. Жать руки. Быть в мире. Надо об этом задуматься. Во-первых. Задуматься. Хорошо. И найти мировоззренческие идеи. Которые будут главенствовать для всего мира. А единственное. Что может отдать это. Глобальные правила. Одни для всех. Чтобы не было в мире. Это самое главное. Что я хочу этим видео сегодня донести. Не должно быть кого-то ровнее. Ну. Я же свою точку зрения сказал. Что эти правила уже есть. Они просто сейчас совершенствуются. Мир уже как бы. Нет. Мы сейчас передоговариваемся. Мир уже вместе. Да. Ну просто это все в процессе идет. Но. Но это процесс. Процесс этой глобализации. Он уже реален. Нет. Это лицемерное наращивание себе бабла любимым. Пока на данный момент я это вижу. Пока это к ничему хорошему не привело. Но. Истоки уже есть. Ну я думаю что. И что есть. Как бы. Не так печально. Как ты говорил. Я вижу чем Байден занимается. Респект и уважуха. Мир реально сейчас лучше нежели там. Три тысячи лет назад. Он глобален. Ну да. Глобальных войн пока меньше. Он глобален. Он увязывается в одно. Слабо. И все процессы которые идут. Это. Просто согласование этих общих правил. Лицемерные процессы. Которые нам дают. На видео показывают. Это реально о чем мы не договаривались. Это еще большой вопрос. Нет. Я не думаю что лицемерные. Лицемерные. Это твоя точка зрения. А моя точка что не лицемерные. Я считаю что все что происходит в мире. Это согласование. Это всемирное согласование интересов. Я же оптимист. Интересов разных сил. Разных игроков. Это всего на всего процесс согласования. Как наша с тобой. Но хорошим идет. Я вижу. Как наша с тобой сегодняшняя дискуссия. Слабо. 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 С любым из нас. Или вместе с нами. Да. Только хотелось бы чтобы это были ваши. Теории. Идеи. А не фразы из книжек. Это мне. Мне как бы. Нет. Нет. От книжки надо. Нет. Надо руководство. Я же полностью вся моя аргументация на книжке. Нет. Аргументация у тебя твоя. Которая твоего заключения. Просто ты все равно. Мы все основываемся. Все книжки читаем.